Вашу маму и тут, и там передают. До чего техника дошла? Эта знаменитая фраза из советского мультфильма станет отправной точкой в нашей очередной истории, по следам которой мы пройдем. В этот раз она будет посвящена миру телевидению глубокому и интересному. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Гороскоп для каждой из 12 знаков зодиака на 7 сентября расскажу вам я. С 1 октября 1931 года в Москве, впервые в СССР, начинаются регулярные передачи движущихся изображений по радио. Передачи будут происходить через радиостанцию МОСПС ежедневно с 24 часов до 0 часов 30 минут. Газета «Известия» 31 октября 1931 года. И вот 1930 год, переломный в ходе строительства. Непростроевцы уложили тогда в тело плотины 518 тысяч кубометров бетона. Мировая практика еще не знала подобных темпов, но главный рекорд был впереди. Я родилась в поколении, которое не представляет своей жизни без телевизора. Телевизор не появилось задолго до моего рождения, связанное с именем нашего земляка, инженера Владимира Казмича Зварыкина. Сегодня вот так выглядит его родовое имение, которое находится на реконструкции. А вот так мы можем представить Владимира Казмича в юные годы. Владимир Казмич Зварыкин начал работать над созданием системы телевидения в 1906 году. Как раз в этом году он поступил в Петербургский технологический институт, где уже работал Борис Розинг. Профессор занимался проблемой передачи изображений на расстоянии и уже достиг некоторых успехов. А его ученик впоследствии уже, правда, в эмиграции в Соединенных Штатах Америки развил эту систему и получил в 1931 году патенты на иконоскоп и затем на кинескоп, передающие и принимающие устройства. Но, собственно, его, наверное, нельзя называть единственным отцом телевидения, потому что ученые всего мира разрабатывали систему электронного телевидения. В СССР, например, в 1931 году, даже на некоторое время раньше Зварыкина, патент на систему электронного телевидения получил Семен Катай. То есть разработки шли, можно сказать, параллельно. В чем-то различались технические схемы, в чем-то они совпадали, но единственное можно утверждать точно, то, что Владимир Казимович Зварыкин создал коммерческую успешную систему телевидения, которая распространилась благодаря США практически по всему западному миру. И, наверное, самым большим успехом системы телевидения можно назвать прямую трансляцию с Луны, которая прошла 21 июля 1969 года. Эту трансляцию можно назвать самой массовой. Более 500 миллионов зрителей посмотрели, как Нил Армстрон совершает первые шаги человека по Луне. Сейчас я собираюсь сделать шаг на почву. Один маленький шаг для человека, один гигантский прыжок для человечества. Система телевещания начала работать в Советском Союзе в 1931 году. Но первые телевизоры были довольно-таки сложными устройствами. Они были механическими и требовали подсоединения к радиоприемникам. И в широкое пользование они в то время еще не поступали. И только с выпуском телевизора КВН, который стал первым массовым телевизором, в 1940-х годах телевидение пришло, ну, если не в каждый дом, то, по крайней мере, во многие дома горожан. Стоили телевизоры довольно-таки дорого, около 1200 рублей. То есть копить на него нужно было несколько месяцев в средней семье. Вот и горожане Мурмы вспоминали, как еще даже в 80-е годы телевизоры были дома не у всех. И телепередачи собирались смотреть целым двором. Первоначально было два канала. Это первый и второй канал. Плюс были свои каналы в союзных республиках. Радио еще ловит. Но качество приема сигнала уже... ...втором с помехами. Добро пожаловать снова в Кибермузей. На этот раз мы представляем вам телевизоры, которые собрали за 25 лет. Не так много моделей. Но сейчас старый телевизор очень сложно найти, потому что их уже все выкинули. Они все в нерабочем состоянии. Как вот одна из самых древних моделей, которые у нас есть. Телевизор Волхова 60-го года. К сожалению, он не работает. На тот момент он считался очень интересным телевизором, перспективным. По сравнению со старыми телевизорами КВМ, у которых были экраны с линзами, в которые наливалась вода, эта модель уже немножко была с большим экраном и с большими возможностями. Хотя обе модели показывали обе и первый, и второй канал. Следующие модели телевизоров, они уже были более компактные и количество каналов увеличилось. Считалось, что у нас в советское время от 8 до 12 каналов телевизоры должны показывать. На самом деле, конечно, было меньше, но технические возможности были заложены до 12 каналов. Из интересных моделей хочу отметить вот эту модель. Она самая маленькая у нас в музее. Это не просто телевизор, а детский конструктор. В 80-е годы, точнее даже в конце 70-х, это 77-й год, были популярны вот такие детские конструкторы. То есть можно было купить ребенку такой набор для самостоятельной пайки, и дети паяли самостоятельно, и получался у них вот такой телевизор. Ну и, конечно, в советское время никак не могло обойтись без компактных телевизоров автомобильных. Они подключались к автомобильному прикуривателю, и такие телевизоры зачастую брали с собой на отдых, чтобы, не дай бог, пропустить заседание съезда. Нужно быть в курсе всех новостей. В 21 час обязательно новости посмотреть, даже на отдыхе, даже на даче. Поэтому такие телевизоры были очень популярны. Они были разных размеров, с разной дальностью приема. Некоторые из них ловили до 50 километров за городом. Одна из интересных моделей 60-х годов – телевизор «Беларусь». На то время это было произведение искусства. Он был, если сейчас современным языком сказать, мульти-медиа-центр, потому что у него есть пластинки, можно послушать. У него есть встроенное радио на несколько частот, на длинные частоты, на средние, короткие. И есть эквалайзер. То есть можно даже переключить звук, если хочется послушать музыку или заседание съезда по телевизору. Следующая модель – это уже то, что, вы помните, у вас стояло буквально недавно дома. Это кинескопные телевизоры, иностранные, российские, но многие до сих пор дома стоят. И нельзя не отметить, что на этих телевизорах можно еще до сих пор поиграть световые пистолеты в «Дэнди». Потому что никакой современный телевизор, к сожалению, уже этого не поддерживает. В 1990 году количество выпущенных советской промышленностью телевизоров достигло рекордного значения – в 10,7 миллиона. Четвертое место в мире по этому показателю – Википедия. Размер первого серийного телевизора, несмотря на его большую цену, был просто копеечным. Это был механический B2, составлял 3 на 4 сантиметра. Сегодня телевизоры многофункциональные, плоткие и самые разнообразные. Здравствуйте. Продемонстрируйте. Я расскажу вам про смарт-телевизоры. В 21 веке они уже оснащены всеми функциями и технологиями, которые только удобны человеку. Можно спокойно подключиться к Wi-Fi, зайти в браузер, посмотреть фильм, который вам удобно. Можно его закачать на USB и флешку. Также есть пульты с голосовым управлением, чтобы можно было не печатать, а просто достаточно сказать – это в пульт. Еще предусмотрены, это так на телевизорах, в Самсунгах, веб-камеры, чтобы телевизор можно было управлять с помощью жеста руки. А как давно сам Муром появился на этом чуде техники? В наших местах побывали многочисленные известные актеры, ведущие центральных каналов и любители-путешественники. Один из первых фильмов о Муроме был снят еще на тысячестолетие города. Также Муром становился съемочной площадкой для многих советских и российских фильмов и сериалов. В городе Муроме снималось довольно-таки очень много фильмов, и мне бы хотелось отметить несколько из них. Это знаменитый фильм «Начало» Глеба Панфилова, где первая роль, наверное, снималась Инна Чурикова, знаменитая наша актриса Ленкома. Это была ее первая роль, и в этом фильме принимали участие многие наши муромские жители, которые, к сожалению, сейчас уже ушли в мир иной, но когда они были молоды, это было что-то первое почти практически кино. И знаменитая была танцплощадка в Бокском парке. На танцах принимали участие молодежь города, и актеры как раз Народного театра «Контраст», работники Дворца культуры, вот Владислав Одинцов у нас сыграли, они еще много. Они даже по фильму уже себя узнавали, когда там проходили во время танцев. Знаменитый был такой у нас Тополь там стоял, и все сокрушались. Говорят, это же Тополь знаменитый, который рос посредине танцплощадки. То, что, как его спилили, это же история. Вот всем было почему-то муромцам жалко. Ты танцуешь? Танцую. А я пою. Ну, дело в том, что, наверное, муром он прельщает своей провинциальностью по тем временам, когда снимали. Это сейчас у нас красивый город, чистый, уютный. Даже, можно сказать, немножечко уже стал такой современный, что отличает его из всех городов Владимирской области. Ну, я хочу рассказать, когда основное мое участие, причастность маленькая такая, то ли как кино. Ну, это когда мы с режиссером Аллой Сориковой, я была режиссером Масовки, и мы здесь снимали, она снимала, вернее, фильм «Человек с бульвара в капуцинок». И тут вдруг денег нет. Я начинаю уговаривать людей. Вы просто уговариваете. Любите ли вы кино? Все говорят, да, мы любим кино. А не хотите ли вы сняться вот у Аллы Сориковой, знаменитого режиссера? Да, хотим. Но только за этот денег платить не будут. Ну, тут любители так постепенно как-то стали некоторые отходить, которые очень любят кино. Но нашлись свои как бы энтузиасты. Вы знаете, в нашем городе оказалось столько любителей, которые запросто так любят кино. Просто любят. Они спасли ситуацию. Вот я еще хочу сказать, мы как раз еще в последний раз, наверное, я вот так же обратились, обнимая небо, где у нас сейчас знаменитый наш Петров, играет Саша Петров, актер театра Ермоловой, довольно-таки сейчас в Фаоре. Ну, он так же приехал в наш Муром, и вот они кусочек делали в лагере «Белый городок». И только в 1998 году про Муром начал рассказывать сам Муром. Тогда идеей телевидения загорелся глава Петр Алексеевич Кауров и сделал все, чтобы телевидение в Муроме состоялось. Добрый вечер. В эфире муниципальное телевидение «Муромский медиа». Наша программа по традиции открывает информационный выпуск «Вестника». Сегодня в программе. Сюрпризы по годы, которые в последнее время преподнесут природу, сказались на терпах строительства утеплового. Строители производили 4-6 перестановых утеплового тенда, но из... Энтак. Начиналось очень интересно. Коллектив у нас был 3 человека. Это директор Татьяна Васильевна Пенская, оператор Евгений Полегайко и я, Виктор. Работали мы. Студия наша располагалась в квартире у Татьяны Васильевны Пенской. Можно сказать, мы делали телевидение на табуретке. Сзади было... Окно мы закрывали таким самодельным рейером, тканью. Никаких, естественно, цифровых технологий, ничего такого не было. Никаких суфлеров. Читала текст. Я сначала заучивала наизусть подводку, а потом уже в камеру говорила свои слова. Все зависело от меня. Сколько было дублей. Все зависело от меня, от моего настроения. Поэтому как быстро я могла освоить текст. Бывали такие интересные казусные моменты. Например, я могла без настроения прочитать 80-летний дедушка, а там было написано в тексте 18-летняя девушка. Ну, то есть такие интересные разные казусы бы встречались. Но, естественно, прямого эфира не было. И поэтому получались интересные, в принципе, бесказусные эфиры. Шестой этаж-то переехали, наверное, за полгода до того, как я ушла. Я же в 2001 году ушла с телевидения. Вот с Муромского меридиана. Я уехала в Владимир и устроилась на работу на ГТРК. Когда мы находились в данном здании на шестом этаже, мы обещали с ретрансляционной вышки на радиозаводском шоссе. То есть нам надо было, прежде чем выйти в эфир на канале РТР, схватить магнитофон, схватить подготовленные материалы. До этого записать диктора, все смонтировать, все сюжеты склеить на двух тракторах, так скажем, видеомагнитофонах GVC. И уже сломя голову, мчаться на радиозаводское шоссе, чтобы успеть включиться в программу РТР, запустить свои новости. Ну, иногда это не успевали делать. То есть иногда руки тряслись. И чтобы подключить магнитофон, надо было, соответственно, выдернуть провод с передатчика, включить видеомагнитофон, подключить видеомагнитофон в ретранслятор. Поэтому и черные пятна проскакивали, и то кассету заезд, то еще что-то. То есть нюансов было много. А уже в 2003 году появился свой передатчик «Орал». В 2002 году мы переехали на площадь Победы. То есть это здание в центре города Мурома, уже рыночная площадь. И, соответственно, свое здание, когда не надо было бежать на шестой этаж, возвращать видеокамеру, штатив, плюс аккумулятор, осветительные оборудования, запыхавшись там, либо прибежать попить чайку и снова на другие съемки. Что думаешь по поводу нового здания? Мне очень нравится. Чем? Всем. Я доволен. Доволен. Сергей Леонидович, а вы? Обустроиться надо. Потом будем говорить довольны и нет. В 2002 году у нас также появился свой автомобиль. Договорились с военкоматом, и они предоставили газель. Когда свой передатчик получили, как раз диалог с Татьяной Пенской, новости, там поздравительные программы, все для вас. Дарья Швецова вела цикл передач, ну, соответственно, гороскоп, реклама, все это было. Но самые запоминающиеся, наверное, это прямые эфиры с Татьяной Васильевной Пенской. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще, на самодеятельном поприще можно этого достичь? Нужно очень большое желание. Я считаю, что если человек хочет, он может достичь многого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 17 июня 1998 года телекомпания «Муромский Меридиан» была официально зарегистрирована. Но первая передача вышла на экраны муромцев уже 1 апреля. Это был юмористический выпуск новостей для абонентов кабельного телевидения «Орленок». Сайт muromtv.ru Телевидение мы начали смотреть, когда еще учились, наверное, в 9 классе. У нас у подруги, одноклассницы, им привезли сестра телевизор. Маленький такой, КВН назывался. И мы прям приходили, вот даже классом все радостные такие были. Нам было интересно это. И у них, тем более, был такой телевизор и с пленкой. То есть как бы цветной телевизор. Для нас это было просто как-то интересно. Есть люди по ту сторону экрана, которые вот уже 21 год не пропускают выпуски передач муромского телевидения. Муромское телевидение. И вот все. И мы сразу тишина. И всех, кому звонили, все смотрят телевизор. Все очень увлекаются. Все смотрят с удовольствием. Как-то всем интересно. И жизнь города, правильно? Что, где, как-то все прям с душой. Как у нас город развивается. Когда передача идет, и Рычковая, он там тоже нам интересен. Что-то новое строится, что это стадион или что-то. Вот уже вот позже достала передача «Говорите правильно». Мы прям тоже все любили эту передачу. Она Людмила Тарасовна ее проводила там со своими школьниками. В числе первых передач историко-краеведческой тематики была пятничная передача «На размышления только час». Вопросы составлял известный муромский краевед Владимир Иванович Богатов. Газета «Муромский край» от 15 января 2014 года. Сегодня на телевидении работает более 20 сотрудников. Среди них – молодые инициативные, которые вносят в работу телевидения свежие идеи предложений. И даже те сотрудники старшей работы, которых достигает более 15 лет. Сейчас мы входим на кухню Муром ТВ, где все программы муромского телевидения готовятся к выходу в эфир. Технологическое чудо начинается с серверной закулисья современного цифрового телевидения, где происходит управление медиа-активами. А в этой небольшой комнате уходит в эфир цифровой канал Муром ТВ. Сбором информации занимаются корреспонденты. Операторы фиксируют события на аппаратуру, а монтажеры собирают видеоряд, что называется, по кусочкам. Редактор новостей формирует выпуск в специальной программе, а ведущие читают всю добытую сотрудниками информацию вам. Кроме того, на телевидении работают администратор, техники эфира, юристы, бухгалтеры, водители и рекламный отдел. В марте 2019 года в Муроме начал работу первый кабельный телеканал. Здесь реконструированной студии не осталось практически ни одного места незадействованного в съемках. Мы готовим собственный контент передачи различной тематики. телевидению в маленьком городе трудно конкурировать с большими федеральными каналами, но мы сделали два принципиальных шага. Первое, это мы перешли на цифровое вещание, и второе, открыли собственный кабельный канал. 15-часовой с собственным программированием. такого проекта я думаю, что нет во всей Владимирской области или во всяком случае не каждый город может похвастаться вот таким продуктом. Медиапроект считаю очень успешный, я думаю, что его по достоинству ценят наши телезрители. Что ждет муромское телевидение лет так через 10? Даже представить сложно. Телевидение это живой организм, жизнь которого мы можем наблюдать ежедневно на канале Муром ТВ. И кроме того, вы можете писать историю телевидения вместе с нами. Правильный ответ на вопрос прошлой передачи по следам истории дала Виктория Туманова и получает подарок от магазина Белая Ворона. А вот и следующий вопрос для тех, кто сегодня прошел по следам очередной истории. Сколько лет муромскому телевидению исполнится в следующем 2020 году? Если вы знаете ответ, ждем ваши СМС-сообщения с текстом Муром ТВ пробел правильный ответ на номер 5533. Тот, кто даст ответ пятым, получит приз от спонсоров проекта. Передачи выходят при поддержке магазинов Страна игрушек и Белая Ворона. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»